Привет, ребята! Сегодня мы с вами нарисуем декоративный пейзаж. А понадобится нам для этого вот такая баночка белой гуаши, крафтовая бумага, которую я взяла из вот такого блокнота, а также широкая плоская кисточка. Вот она. Итак, набираем водичку на кисть, выкладываем краску на палитру, набираем хорошенько краску на кисть и рисуем первый сугроб. Делаем его побольше, добавляем следующий сугроб немного поменьше и рисуем третий сугроб вдалеке. Набираем еще краски на кисть и ребром кисти рисуем штрешочки, заполняем снегом первый сугроб. Я делаю штрихи. Вы можете использовать любой другой элемент для заполнения первого сугроба. Например, точечку, кружочек или штрешочки в другую сторону, также галочки или любой другой элемент, который вы придумаете. Старайтесь заполнять сугроб равномерно и идем сверху вниз. Смотрите, чтобы на кисти было достаточно краски, тогда кисточка будет рисовать довольно легко. Прорабатываем нижнюю часть сугроба, немножечко меняем направление штрешочков, добавляем штрихи в больших промежутках. Делаем наш снежок плотнее, светлее, кисточку промываю. Беру кисть потоньше и рисую стволы деревьев. Я для этого использую плоскую кисть, но можно использовать и круглую. Добавляю крону дерева. Крона будет круглая, поскольку у нас дерево будет заснеженным. И помним, что у нас пейзаж декоративный, сказочный. То есть мы можем немножечко пофантазировать. Набираю еще белой краски на кисточку, уточняю форму кроны. Рисую крону следующему дереву. Оно будет выглядывать из-за первого, поэтому делаю не круг, а полукруг. И добавляю стволик. Набираю еще краску на кисть, уточняю ствол у первого и у второго дерева. промываю кисточку. Беру тонкую круглую кисть с острым кончиком, набираю белую краску и рисую веточки. Веточки у нас, обратите внимание, не выходят за край кроны, за край нашего полукруга. добавляем веточки у второго дерева. Добавляем веточки у второго дерева. Набираю еще немного краски и продолжаем. Уточняю форму кроны. Прорисовываю мелкие веточки. Веточки могут быть белыми, так как их, например, покрыл иней или просто занесло снегом. Обратите внимание, как выглядят деревья зимой. Продолжаем работать с веточками. Промываем кисточку. Берем кисть пошире. Набираем белую краску, выкладываем на палитру. Лишнюю краску убираю с кисти и придумываю узор для второго сугроба. Провожу полукруглую линию. Выкладываю еще краску на палитру. Добавляю еще линию пониже. Вы можете придумать свой узор для второго сугроба. И добавляю третью линию. Это могут быть не просто линии, а, например, дорожки. Промываю кисточку. Беру самую тонкую кисть, кругленькую с острым кончиком. Набираю краску. И ставлю точечки снежинки. Снежинки распределяем равномерно по всему небу. Не ставьте много снежинок в одном месте, чтобы не было там густо, а там пусто. Продолжаю ставить снежинки. Снова набираю краску на кисть и добавляю еще парочку. Снежинок много не бывает. Кисточку промываем. Снова набираем краску на кисть и работаем с третьим сугробом. Добавляем небольшие штришочки-черточки в виде тропок или дорожек. Еще раз повторюсь, вы можете придумывать свои узоры. Не забывайте набирать краску на кисть. Промываю кисточку. Продолжаем. Добавляем еще пару веточек. Мелкие веточки старайтесь сделать потоньше, меньше нажимать на кисть. Не торопитесь, сделайте аккуратно. Продолжаем прорисовывать веточки. 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 Беремся за второе деревце, делаем веточки тоненько, аккуратненько. Продолжаем рисовать веточки, добавляем их в нижней части дерева, добавляем последние штрихи. Вот такой замечательный декоративный зимний пейзаж у нас получился. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а также заходите в гости к нам на сайт. Школа рисования тут, новое видео здесь.